Кто не любит получать что-то бесплатно? В интернете уж тем более. Мы бесплатно пользуемся электронной почтой, общаемся в социальных сетях, читаем Википедию и так далее. С деньгами в сети мы расстаемся с большой неохотой. И иногда мошенники подлавливают людей именно на этом, предлагая якобы безвозмездно то, за что вообще-то надо платить. Ну, скупой, как известно, платит дважды. Скачивали вы когда-нибудь готовый реферат, ну, например, потому что сами не успевали его написать, или загружали бесплатную музыку или фильмы. Только перед этим надо было ввести на сайте номер телефона, потом секретный код из смс-ки и подтвердить, что вы якобы не робот. Еще бывает, предлагают скачать антивирус или другую полезную программу. Нужно только отправить смс на короткий номер и заплатить 50 рублей. На самом деле, плата оказывается гораздо больше, потому что когда вы вводите номер телефона на незнакомом сайте или отправляете смс на указанный на нем короткий номер, то, скорее всего, автоматически соглашаетесь подписаться на платную услугу. Например, на доступ к сервису знакомств. Это условие будет написано очень мелким шрифтом, где-то внизу страницы или вообще написано не будет. А средства со счета начнут утекать. Многие пользователи могут не замечать этого месяцами, пока не задумываются, почему так быстро кончаются деньги на телефоне или пока не увидят странных смс-ок о списаниях. Номер мобильного телефона – это такие же важные данные, как банковский счет или номер электронного кошелька. Прежде чем отдать их какому-то непонятному сайту, о котором вы никогда не слышали, подумайте, чем это может обернуться. Если вы заметили, что с балансом мобильного телефона происходит неладное, проверьте, на какие услуги или рассылки вы подписаны. Это можно сделать в личном кабинете на сайте сотового оператора или в службе поддержки. Отписавшись от всего ненужного, можете заодно заблокировать подписку через смс. Тогда, даже если вы случайно отправите сообщение на платный номер, деньги у вас не снимут. И, конечно, старайтесь пользоваться только легальными проверенными сайтами. Например, для меломанов есть Яндекс.Музыка с гигабайтами треков. За них Яндекс.Сам платит музыкантам, а для слушателей она бесплатная. Любители фильмов и сериалов могут пользоваться сайтами Амедиатека или Иви, у которых тоже есть честные договоры с правообладателями. Выгодно покупать игровые коды и тысячи других товаров помогают Яндекс.Деньги, которые часто устраивают с партнерами совместные акции. Поэтому за платеж на сайте Яндекс.Денег можно получить хорошую скидку на покупку антивируса, игры или еще чего-нибудь. От покупок в интернете мы переходим к предложениям о работе и в следующем уроке разберем, почему не всем из них стоит доверять.